МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Виновные будут наказаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней жительницы округа. Профильному департаменту поручено провести объективную внутреннюю проверку. В июне Руслайн приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Нарьенмарк-Краснодар. О нововведении шла речь на рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа с представителем авиакомпании. Последствия разлива нефтесодержащей жидкости на Дюшусевском месторождении ликвидированы. Пользователь промысла произвел работы собственными силами без привлечения МЧС и спасательных формирований. Выпускники окружных школ получили аттестаты о среднем образовании. Больше всего золотых медалистов в этом учебном году выпустила первая школа. Юрий Бездудный поручил профильному ведомству провести объективную внутреннюю проверку по факту смерти двухлетнего ребенка. Происшествие стало одной из тем еженедельного оперативного совещания временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа. Юрий Бездудный поручил руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения провести внутреннее служебное расследование. Вот в том инциденте, который произошел, я прошу, чтобы вы провели служебное расследование в рамках своей компетенции. Понятно, если оно выходит за рамки, то там будут другие службы проверять. В четверг, 11 июня, вновь было принято решение о проведении проверки, подписано распоряжение. У нас в рамках комитета по лицензированию мы проводим внутреннюю проверку. Соответственно, по результатам будет вам доложено по идее соответствующие решения по результатам проверки. Сергей Анатольевич, это должна быть объективная проверка. Совершенно верно. Еще раз хочу подчеркнуть, что в сегодняшних условиях, когда эпидемия, она не уходит, она есть, наши врачи просто героически борются. Я с ними встречался 11 числа, видел их и скажу вам, но это действительно герои. И не хотелось бы, чтобы на врачей-героя вложилась какая-то тень от других непрофессиональных действий. Напомним, двухлетняя девочка с вырожденным заболеванием скончалась 4 июня 2020 года при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров. По факту смерти ребенка Ломоносовским районным отделом Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Плюс один. В Ненецком округе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По информации профильного ведомства, заболевание выявлено на западном Хасидаю. Пациент получает амбулаторное лечение на месторождении. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 90 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 68 человек. На лечении находятся 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Один пациент находится на амбулаторном лечении на западном Хасидаю. Еще один заканчивает лечение в ЦРБ города Усинска, куда ранее был госпитализирован рейсом санавиации. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьянмаре и поселке Искателей находятся 354 человека. Под наблюдением врачей на Харьягинском месторождении 444 человека. Еще 40 на западном Хасидаю. Сняты с контроля 1582 человека, в том числе 19 только за последние сутки. Всего с начала пандемии в регионе проведено 3708 тысяч исследований на коронавирус. С 22 июня авиакомпания «Руслайн» по инициативе Юрия Бездудного приступит к выполнению регулярных рейсов из Нарьянмара в Краснодар. О нововведении речь шла на рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа с заместителем генерального директора по внешним связям авиакомпании «Руслайн» Натальей Кашевар. В начале встречи временно исполняющий обязанности губернатора НАУ поблагодарил руководство авиакомпании за помощь округу в период пандемии. Доставку в регион средств индивидуальной защиты и медикаментов регулярными рейсами перевозчика. Юрий Бездудный также добавил, что регион постепенно выходит из изоляции. За границей сейчас закрыто, и мы исходим из того, что на сегодняшний день традиционными местами отдыха для жителей России будут Крым и Краснодарский край, даже в большей степени все-таки Краснодарский край. Мы бы хотели просесть вас рассмотреть возможность запустить прямой рейс, поскольку те стыковочные рейсы, которые сегодня прорабатываются, они требуют ожидания 15, зачастую даже 16 часов стыковок в Москве, в Санкт-Петербурге, и это тоже подвергает наших жителей опасности заразиться в аэропорту инфекцией. В свою очередь Наталья Кашевара отметила, что авиаперевозчик оказывает социальную помощь региону и будет продолжать это делать. Что касается летней программы, конечно, планы у нас были достаточно большие. Мы думали и о прямых перелетах в Крым, и в Краснодарский край, и даже, возможно, минеральные воды. Но, к сожалению, та ситуация, которая сложилась в настоящий момент, в последние несколько месяцев, она, конечно, внесла корректировать наши планы. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что из тех направлений, которые были вам предложены, я думаю, что мы поддержим, безусловно, регион, и это будет Краснодар, поскольку, на мой взгляд, это самый город, вокруг которого засредоточено наибольшее количество здравниц, и большее количество курортов, и у жителей региона будет достаточно обширная возможность посещать Краснодарский край и его окрестности для лечения, для того, чтобы отправить детей на летнюю ООН. Она также добавила, что продажа билетов по южному направлению уже стартовала. Регулярные рейсы по маршруту на Редмарк-Краснодар будут осуществляться с 22 июня с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Краснодара можно будет вылететь в Наринмар по вторникам и субботам. Общее время в пути будет составлять чуть более пяти часов. Стоимость авиабилета от 9 900 рублей. Полеты запланированы до 23 октября. Приобрести билеты можно на сайте компании и в кассах агентств. Последствия разлива нефтесодержащей жидкости на Дюшусевском месторождении ликвидированы. Об этом на оперативном совещании главы региона доложил руководитель профильного департамента Альберт Чебдаров. Пользователь промысла произвел работы собственными силами без привлечения МЧС и спасательных формирований. Разгерметизация скважины номер 6 Дюшусевского нефтяного месторождения была обнаружена 8 июня в 8.45 утра. По данным компании «Полярное сияние» разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 тонны. К аварии привела коррозия трубопровода. В результате жидкость с нефтью вылилась за пределы промышленной площадки на ближайший участок земли. Представители «Полярного сияния» уложились в ранее оговоренные сроки и выполнили работы к воскресенью 14 июня. Собственными силами компании без привлечения каких-то отрядов МЧС были последствия ликвидированы. Как доложили сегодня с утра, уже все последствия ликвидированы. Помимо этого, Альберт Чебдаров сообщил о еще одном инциденте. От главы поселка Амдерма ранее поступило сообщение о масляных или топливных пятнах, которые он обнаружил на водной поверхности реки Амдерминка. Специалисты профильного департамента побывали на месте предполагаемого разлива. По итогам проверки ни в почве, ни в ручье, ни в морской воде следы нефтепродуктов не найдены. Соответственно, это была межрежемостная группа на рейсовом вертолете. Следов никаких на текущий момент нет, что позволяет говорить о несущественности, если даже там и был какой-то разлив или из какой-то бочки что-то вытекло, о несущественности объемов, которые там разлились. По итогам лабораторной проверки информация главы муниципалитета не подтвердилась. Ни в почве, ни в ручье, ни в водных объектах следы нефтепродуктов не найдены. Во всех муниципальных образованиях Ненецкого округа сняты режимы ЧАЭС и повышенной готовности. Они водились в муниципалитетах региона в связи с половодьем. Сейчас в поселениях наблюдается устойчивый спад воды. Хозяева домов, которым был причинен материальный ущерб, получат денежную компенсацию. На территории региона во время прохождения весеннего половодья режимы повышенной готовности вводились в Пустозерском и Хаседохарском сельсоветах. В Великовисочном сельсовете был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в Заполярном районе, сейчас идет работа по подсчету нанесенного ущерба. По предварительной информации, в бюджете заложено 5 миллионов рублей для выплаты материальной помощи владельцам жилья. Компенсация предоставляется в случае наличия значительных повреждений жилого помещения, полученных в результате стихийного бедствия природного характера. В случае подтопления жилого помещения ниже уровня чернового пола погреб-фундамент цоколь, размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Если помещение подтопило выше чернового пола, но не выше основного пола, собственнику положено 20 тысяч рублей. При подтоплении выше уровня основного пола – 30 тысяч рублей. Всего на территории Нинецкого округа было подтоплено 286 домов. Из них 231 в Великовисочном сельсовете и 55 в Пустозерском. Сейчас ведется сбор документов от пострадавшего населения. Прокуратура округа в судебном порядке обязала ПКТС обеспечить жителей города качественной питьевой водой. Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно федеральному законодательству, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу. Как показала проверка, проведенная ведомством совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, пробы воды, отобранной в том числе со скважин, не в полной мере отвечают установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. В целях устранения нарушений закона прокуратурой округа в Нарьанмарский городской суд предъявлено исковое заявление об обязании Нарьанмарского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей обеспечить население качественной питьевой водой, которая рассмотрена и удовлетворена. Решение суда не вступило в законную силу. Как отметили в прокуратуре, жители городских и сельских поселений должны быть обеспечены питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. До дня голосования в основной документ страны остаются считанные дни. Поправки вносятся в пять глав Конституции Российской Федерации. Президент России назначил дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 1 июля с соблюдением всех мер предосторожности. Одна из поправок в основной документ страны касается ее культурного наследия. Поправки в Конституцию закрепят то, что культура является уникальным наследием ее многонационального народа. Государство будет защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей нашей страны. Изаковое многообразие. Это все будет делать наше государство, нас с вами еще более сильными. Будет уникальный, сохранит уникальный код нашего российского народа. В этом заключен созидательный дух россиян. Это важнее, чем нефть и газ. Так же, как недавно каждый по-своему, но все вместе, единым порывом мы поддержали наш Ниницкий автономный округ, настало время проголосовать за будущее нашей большой Родины России. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию России начнется уже 25 июня и завершится в основной день голосования 1 июля. 254 11-классника и порядка 609-классников в Нининском округе получат в этом году аттестат об образовании. Кроме того, школы региона выпускают 15 золотых медалистов. Самое большое количество отличников в школе номер один. Подробности с праздничной линейки в материале Ольги Руссу. Красная дорожка сегодня для главных виновников торжества выпускников школы. 26 11-классников первой школы получают билет во взрослую жизнь. Аттестат о среднем образовании. Кроме того, пять выпускников за усердную учебу на пятерке удостоили золотых медалей. Путь отличников был труден и тернист. Ольга Хабарова, нужный вектор в учебе, выстроила еще в начальной школе. Всегда получала отличные отметки за свои знания. И вот результат – золотая медаль. Сложные, моральные, физические, потому что ты просто устаешь от всей этой нагрузки большой, тем более со старшими классами. Она возрастает только в разы. Крепкие нервы – это прям абсолютный залог успеха. Только крепкие нервы и терпимость ко всему. Медалисты признаются – учиться на отлично не равно кропеть с утра и до поздней ночи над учебниками. Если грамотно планировать день, то остается время на хобби, спорт и развлечения. Я не знаю, я просто делал то, что я делал. Мучение приносило… ну не было для меня чем-то мучительным. Поэтому я просто занимался и не находил это чем-то противным. И само собой все как-то получалось. Классный руководитель 11 класса Татьяна Рочева не без гордости вспоминает школьные годы своих подопечных, гордится каждым и переживает за то, как ребята сдадут экзамены. Класс был очень сильный, интересный класс был. Это ребята, которые стремились к знаниям. Из, я уже называла, пять медалистов, еще у нас 12 ребят, которые закончили на 4-5, то есть получат аттестат. Ну и вы видите, там уже небольшой такой ребята, может быть, им не хватило совсем немножечко, с троечками, да, вот 9 человек. За 80 лет существования первой школы из-за ее стен выпустилось 5138 учеников, из них 132 медалиста. В этом году у нас 5 человек получают медали за особые успехи в его учении. В общем, каждый из этих ребят на протяжении многих лет подтверждали свои высокие успехи. На олимпиадах, на конкурсах, они, в общем, каждый из них такая очень состоявшаяся личность, каждый из них настоящий боец. И, в общем, я думаю, что они и на едином экстрасном экзамене тоже подтвердят свои высокие знания. В этом году для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ сдавать не нужно. Аттестаты будут выданы выпускникам 11-х классов на основании итоговых годовых оценок. Единый государственный экзамен предстоит сдавать только тем, кто собирается поступать в ВУЗы. Остается только пожелать, чтобы поступили они туда, куда хотят, чтобы сбылись их мечты в жизни, но чтобы не тянулись они за одной звездой, а чтобы мечты у них были всегда. Экзаменационная кампания для выпускников 11-х классов стартует в конце июня. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Подведены итоги конкурса грантов на обеспечение деятельности семейным родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, ведущим деятельность на территории Ненинского округа. Финансовую поддержку получили 13 семейно-родовых общин на общую сумму 3 миллиона 900 тысяч рублей. Конкурс финансируется из федерального и окружного бюджета в рамках государственной программы Ненинского автономного округа в сохранении развития коренных малочисленных народов Севера в Ненинском автономном округе. Гранты предоставляются на обеспечение деятельности организации КМНС в рамках осуществления их уставной деятельности и видов деятельности, предусмотренных перечнем видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. В список необходимого обеспечения входят предметы быта, одежда или транспорт. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Я еще раз обращаюсь к руководителям семейно-родовых общин, к руководителям муниципальных образований. Если есть семейно-родовые общины на базе этих территорий, то хотелось бы, чтобы было такое некое взаимодействие и оказывалось содействие, помощь в правовых вопросах для оформления проектов. Напомню, конкурсы грантов проходят два раза в год. Следующий конкурс планируется в августе-сентябре текущего года. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания ПоларТранс.